Это необычно для любого студента, увидеть своего преподавателя в спортивной форме на тропе здоровья. Однако в январе созерцать подобную картину в УГУ может каждый. Здесь стартовала спартакиада для сотрудников Оренбургского госуниверситета бодрости и здоровья. Я думаю, что бодрость и здоровье нужны всем. И преподавателям для того, чтобы лекции проводить на высоком уровне, и службе обеспечения, и всем, кто участвует в этой спартакиаде. Так что проигравших здесь не будут, здесь будут только одни победители. С праздником бодрости и здоровья! Свои таланты продемонстрировали команда фитнес-аэробики фристайл ОГУ и призер чемпионата России по бодибилдингу Артем Дзюба. Почетные гости мероприятия вручили награды победителям соревнований по настольному теннису, которые прошли 10-11 января. В первых играх по настольному теннису приняли участие 14 команд. Для сравнения, три года назад боролись за награду 16 коллективов. В командных играх 2013 года первое место завоевала кафедра физ. воспитания, второе – транспортный факультет, а третье – архитектурно-строительный факультет. Без спорта, я думаю, что ничего не может быть. И как же можно быть всегда в рабочем состоянии, если ты не занимаешься спортом? Я этого не понимаю. Я нет-нет и в теннис играю. Сейчас вот просто как-то выбился из колеи. Периодически плаваю. Времени много, свободного нет. Стараюсь ежедневно свою норму 4-5 километров вечерком пройти. Дома, на тренажере, там велосипед покрутить на беговой дорожке. Так вот, по мере возможности. Спартакиада продлится до 23 января. По итогам соревнований по семи видам спорта в комплексном зачете выявится сильнейшая команда сотрудников и преподавателей Оренбургского госуниверситета.